здравствуйте вы смотрите программу проще говоря с вами кристина хоратова и мои гости сегодня алексей котович клинический психолог и антон маткевич консультант по химической зависимости здравствуйте привет тема у нас сегодня животрепещущая актуально всегда наверное поговорим об алкоголизме и для начала в первую очередь хочется узнать как понять что у тебя или у твоего близкого человека проблемы с алкоголем вопрос не праздный действительно есть определенные критерии зависимости алкогольные и главный наверное и основной пожалуй критерий это потеря контроля над употреблением как это выражается то есть ну например простой пример вот субъект до человек вот он например пока решил например употребить алкоголь выпить расслабиться и человек который не является зависимым например приобретает определенное количество алкоголя там на себя или на своих друзей на компанию какую-то и употребив он способен остановиться да он понимает что ему уже хорошо то есть ему достаточно той дозы которую он принял и успокаивается на этом зависимые же теряя контроль над употреблением ему кому все время мало да говоря простым языком и он на самом деле бежит в магазин за добавкой потом может быть еще раз бегает и так далее он как бы такой ненасытный в этом смысле человек и вот это но такой первый наверно тревожный звонок для человека который подозревает что у него с алкоголем как-то складывается не очень какие-то наверное такие адекватные отношения вот наверное ну там есть несколько критериев это и абстинентный синдром то есть так называемая похмелье отказ от употребления до который вызывает определенные но не неприятные ощущения это и например какие-то в какой-то момент проблемы с окружением социумом да человек может в какой-то момент понять что что-то его больше не не зовут в гости и не хотят например видеть да потому что он себя ведет ну например не всегда адекватно несколько таких критериев и обозначил наверное самые основные и вот на это такие мачки на которые стоит обращать внимание есть опять же такая история про то что вообще характерно для зависимого это так называемая но мы называем это тягой да так это логическое влечение к объекту своей зависимости и в чем она тоже может выражаться то есть казалось бы человеку не нужно выпивать то нет у него такой необходимости какой-то вроде состояние у него удовлетворительное то есть нет какого-то там глобального стресса в принципе ему относительно хорошо и он как бы говорит себе ну вот например то есть выпивать мне незачем но при этом возвращаясь с работы домой проходя мимо магазина в котором продается спиртное он сам того как бы как бы теряя над собой контроль вдруг ноги его заводят там в отдел где продается что-то что-то алкогольное он как бы даже оглянуться не успеет как возвращается собственно говоря домой с пакетом в котором что-то там вот алкогольный это тоже да да это тоже такая тоже такой звоночек да то есть даже как вот многие считают бокальчик вина за ужином это если ежедневно выполнять тоже может быть звоночком вы знаете наверное я тут добавлю попрос потом уже проще говоря вот проще всего любую зависимость да и алкоголизм раз мы говорим про алкоголизма следить по тому какие последствия оказывает на жизнь человек то есть расхожее мнение что если там много пить или долго пить то ты станешь алкоголиком после определенного количества этого количества нет результат ну то есть зависимость это когда человек ставит алкоголь важнее чем все остальное своей жизни да то есть когда из-за того что он там решил много выпить он не пошел на работу не пошел на работу раз ты пошел на работу 2 потерял эту работу из-за того что он там выпил он там не поругался с женой поругался жены раз поругался женой 2 потерял семью и так далее то есть когда алкоголизм это когда в выборе между какой-то ценностью, чем-то значимым для меня алкоголем, я выбираю алкоголь. То есть, и вот поэтому проще определить, ну, как мне кажется. Отчасти да, тем более, что, например, есть общество, даже целые нации, у которых традиционно употребление алкоголя является регулярным. Ну, например, французы, которые, в принципе, за ужином выпивают бокал вина, и никто не считает такого человека алкоголиком, потому что, ну, там всегда можно сказать, что это помогает пищеварению. На самом деле, это действительно во многом так. Ну, в Грузии, например, да, кто бывал в Грузии, те знают, что там, значит, употребление вина, и это такой, значит, ритуал, по сути. Поэтому, конечно, количество употребления и регулярность употребления может являться определенным таким индикатором, и, опять же, тем же самым тревожным звоночком, о котором мы говорим, но не это является основным критерием. Есть такое выражение, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И говорят о том, что человека зависимого невозможно вылечить, пока он сам этого не захочет. Действительно ли это так, вот по вашему опыту? Да, да, действительно, это так. То есть, пока человека… Знаете, любые перемены происходят тогда, когда нам находиться в текущем состоянии больнее, чем меняться. Меняться тяжело, меняться неприятно, но… Это стресс? Это стресс, это вообще, да, то есть, это выход из зоны комфорта пресловутой и так далее. Но они происходят тогда, когда нам тяжело. Когда пока нам наши родные, близкие, алкоголик, они им помогают, ну, зачем ему меняться, если с него все хорошо. Да, я там приведу такой грубый, но распространенный пример, да, там, семья, муж, жена, муж, там, пришел домой пьяный, там, грязный, в каком-то непотребованном состоянии, там же уронился в коридоре, там, упал, валяется, там, и так далее. А потом он просыпается в чистой постели, переодетый, там, со стаканчиком уже, не дай бог, холодного пива с утра и так далее. И зачем ему меняться-то? Все хорошо, он пришел домой, там, ну, какие последствия от того, что он так себя вел? А если он пришел домой, там, не знаю, там… Его выставили? Его выставили, или он там, где упал, в чем упал, там, и уснул, то, как бы, может быть, что-то будет меняться. И только тогда можно, потому что запретить алкоголику пить, ну, невозможно, если он сам этого не захочет, невозможно. Он будет находить пути, способы и так далее. И, опять же, ну, если мы говорим о борьбе с алкоголизмом, да, мы же, как бы, боремся не за то, чтобы алкоголик не пил, да, ну, то есть, в конечном итоге, да, но мы боремся за то, чтобы он не пил и жил при этом счастливо. Если задача просто не пить, мы можем, там, я не знаю, запирать алкоголика в какой-то избе в тайге, Ну, раньше же у нас были системы ЛТП, да, когда человека просто в советское время ограничивали в его, собственно говоря, передвижениях, да, то есть, ограничивали его в свободе, его помещали в специальное медицинское учреждение, где он, собственно, проходил так называемое лечение, да, потому что, ну, на самом деле, а в чем заключалось лечение? Во многом лишь в том, что его просто ограничили, у него не было возможности употреблять, да, Ну, он выходил из этого ЛТП, там, может быть, какое-то время жил действительно, что называется, в чистоте, то есть, трезвым, но надолго ли его хватало? Хороший вопрос. Да, наша задача, и еще раз напомню, мы сотрудники реабилитационного центра, который занимается реабилитацией алко-нархозависимых, Наша задача вывести нашего клиента на уровень так называемой вот комфортной трезвости, когда он живет в чистоте и при этом не испытывает дискомфорта, да, то есть, ему нравится жить вот такой вот трезвости, где у него есть свои какие-то определенные там хобби, задачи, занятия, работа, где он живет, ну, можно сказать, в полноценной жизни такой, какой живут, ну, здоровые люди. Расскажите о том, как проходит реабилитация в вашем центре, что это за программа такая? Ну, я, пожалуй, начну, да, он у нас реабилитационный центр, мы являемся поставщиком социальных услуг Министерства соцразвития, Министерства труда и социального развития Мурманской области, то есть, мы абсолютно работаем в правовом поле, мы НКО, то есть, наш центр помогает справляться с зависимостью как алкоголя, так и наркотической, не на коммерческой основе, у нас есть авторская программа сертифицированная, и в чем, собственно говоря, заключается реабилитация, то есть, реабилитация годовая, она делится условно на две части, первая, мы ее так называем, реабилитация, она проходит в стенах центра, центр находится в Дровяном, это район Мурманска за заливом, где в течение полугода реабилитанты получают новые знания, умения и навыки по работе с, собственно говоря, с тягой, справления со стрессом, навыки эмоциональной регуляции, понимание того, как, собственно говоря, развивается зависимость, то есть, там очень много таких вот лекций, занятий, тренингов, письменных работ, и если в течение полугода они все эти задачи, письменные работы, тетрадки и так далее, дневники, они выполняют качественно, они переходят на следующий этап, который называется адаптация, где они обеспечиваются, как правило, некой работой, и учатся жить в социуме, уже используя вот эти вот как раз-таки навыки. И к нам попадают совершенно разные люди в разном состоянии, да, то есть, некоторых привозят, там, прости господи, из подвала, некоторые приезжают сами, некоторых мотивируют... Некоторые на своей машине. Да, некоторые на своей машине, некоторых мотивируют и привозят близкие, но в итоге определенная часть, я хочу сразу же сказать, что это заболевание, с которым работать очень сложно, да, и иногда, ну как иногда, я думаю, что где-то как минимум, наверное, процентов 40, обращающиеся за помощью, они все-таки не доходят до конца этого процесса, они покидают центр по разным совершенно причинам, ну, основная причина – это зависимость, да. По окончании этой годовой реабилитации мы получаем такого полноценного гражданина, способного, в принципе, самому себе позаботиться, обеспечить себя работой, адаптивного. Многие возвращаются в свои семьи, многие заводят новые семьи, да, то есть, в принципе, нельзя сказать, что по окончании реабилитации человек становится полностью здоровым, потому что болезни зависимости, они, хронические заболевания, они до конца не вылечиваются, да, то есть, зависимый человек останется зависимым до конца жизни, но он получает определенные инструменты для того, чтобы жить с этим заболеванием и при этом не срываться, находиться в так называемой ремиссии. Ага. Как много людей приходят через вас, через ваш центр? С момента основания центра, то сегодняшнего дня через нас уже прошло почти 500 человек, 480. Да, при том, что центр небольшой. Центру мы вот отмечали, получается, в феврале пятилетие. Да. Вот. Поток меньше становится или, в принципе, себя стабилизирует? Нет, нет. Вы понимаете, это штука такая, то, что, как я уже там говорил, да, зависимость, честно говоря, от каких-то социальных историй, да, то есть, там, если посмотреть международные исследования, даже вне зависимости от страны, да, какая бы она благополучная или неблагополучная ни была, что бы в ней не происходило, что бы в мире не происходило, это всегда один и тот же процент на популяцию. Тут понимаете, что какая-то, что, то есть, корень зависимости, он всегда в каких-то других проблемах. Это как такой айсберг большой, где употребление алкоголя и наркотиков, вот это беспорядочное, оно на поверхности. А под водой там куча-куча-куча проблем, которые чаще всего из детства, чаще всего из семьи, чаще всего из какого-то там неумения налаживать общение, неумение находить там связи, неумение справляться с чувствами, с эмоциями своими. Это то, с чем мы работаем как раз в центре. То есть, мы не столько учим ребят, как не пить, как там это, приговаривать себя, ой, не пей, не пей, не пей. Нет, сколько учим, как разбираться с тем, из-за чего они начали так пить. Потому что, как говорят, алкоголик – это не про то, сколько он пьет, а про то, как он пьет. То есть, если вы когда-нибудь, не дай бог вам посчастливится, посмотреть, как пьет настоящий алкоголик, но это такое ощущение, что человек прям убивает себя. То есть, это то, что называется у нас хорошо так по-русски «наотмашь пьет». То есть, ощущение, что каждая вот эта вот рюмка, каждый стакан, он пытается какую-то внутреннюю боль заглушить на самом деле, но одновременно как-то и себя наказать за это. Это очень такое страшное зрелище. Мне импонирует концепция зависимости знаменитого нашего советского и российского ученого Цезаря Петровича Короленко, который говорит о том, что вообще корень аддикции, ядро аддикции в том, что это такое активное стремление личности изменить свое психическое состояние, которое кажется ему рутинным, монотонным и скучным. То есть, во многом корень зависимости, опять же, тут нет смысла делить алкогольную, наркотическую зависимость, в том, что человеку просто скучно. Тот мир, в котором он живет, его внутренний мир, представляется ему неинтересным, ему там плохо, то есть, ему нужно этот мир как-то украсить для того, чтобы, в принципе, ему стало лучше. И действительно, зачастую люди пьют, потому что им просто невыносимо. И это не обязательно связано со стрессом, потому что, ну вот мы, допустим, можем наблюдать в кинематографе, да, там, допустим, персонаж теряет близкого человека, да, и вот мы уже видим, как он там сидит в баре, да, и глушит свою боль алкоголем. Но не всегда это говорит о зависимости. Человек может, на самом деле, выпить, да, на моменте как-то, в принципе, расслабиться и унять свою вот эту вот бурю внутри, внутри, но на следующее утро он проснется, допустим, если мы говорим об утрате, да, и начнет что-то делать, он начнет заниматься как-то своей жизнью, ну, там, прости господи, да, там, похороны организовывать и так далее, то есть, он начнет как-то действовать, и это независимость. А другое дело, когда человек, например, постоянно плохо, потому что, ну, он как личность может быть, ну, не до конца сформирован, да, мы говорим часто о том, что, в принципе, зависимый, он как бы такая несостоявшаяся личность, недорощенная, что ли, такая личность, и вот тогда, ну, как бы, вот объект зависимости приходит ему на помощь, да, то есть, он топит свою вот эту вот проблему, главную проблему вот этой недорощенной личности, ну, например, в алкоголь. Помимо того, что лечение, там, проходит индивидуальное, да, когда человек обращается к вам, вы определенным образом лечите его, да, он проходит программу, также есть такая система, да, наверное, не знаю, правильно, неправильно это будет назвать, системой, анонимные алкоголики. Как это работает и насколько это эффективно? Ну, смотрите, анонимные алкоголики или вообще любая другая группа, самопомощи, это такой важный момент терапии зависимости. Суть в чем, то, что она очень нужна для того, чтобы зависимости любой очень сильно сопутствует одиночеству, очень сильно сопутствует ощущение, два, на самом деле, ощущения, что я не такой, как все по какой-то причине, вот, то, что, например, вот как Алексей Александрович говорил, да, что всем вокруг весело просто так, мне не весело, мне нужно постоянно там что-то делать, чтобы было весело, вот, и второй момент, второй момент одиночества, на самом деле, завязанный на стыд, потому что, если зависимый с большим стажем употребления, к сожалению, он делал всякое на пути к этому употреблению, да, то есть он там воровал, возможно, возможно, он обманывал, возможно, он там напивался и вел себя совершенно непотребно, там, ну, по-разному. И это сидит внутри, и это никому же не расскажешь, даже если ты там, ну, протрезвел, ты же не пойдешь там на улицу просто к прохожему, да, и скажешь, вот, знаешь, я когда-то вот по пьяной лавочке разбил витрину, там, не знаю, алкогольного магазина и вот что-то там украл оттуда. Это просто момент, когда ты можешь поговорить с человеком, который такой же, который проходил через те же проблемы, что и ты, и получить отклик такой, да, вы знаете, как это вот эффект, когда человек рассказывает вам какую-то историю, а у вас прям было то же самое, и у вас прям, ну, вот происходит какой-то контакт, у вас появляется доверие, и вы понимаете, что вы можете спокойно рассказать и понимаете, что вы не один такой, то, что есть вокруг люди, которые столкнулись с такими же самыми проблемами. Для этого существуют именно алкоголики на самом деле, да, то есть для того, чтобы туда мог прийти алкоголик рассказать про свои чувства, про свои переживания, услышать людей, которые сталкиваются с этим же самым, посмотреть то, что вот он там, не знаю, только начал вставать там на трезвый путь, а он там приходит, а там могут быть люди, у которых там, не знаю, 15 лет трезвости, 20 лет трезвости, да, и он смотрит на них, слушает, понимает, что он в принципе такой же, у них были такие же истории, но вот этот человек там, не знаю, 20 лет ничего не пьет, ну здорово же там, и он там приехал на эту группу, не знаю, на дорогой машине, он замечательно одет, у него там все хорошо, и это, конечно же, мотивирует и вдохновляет. И надо еще отметить, что это же целая система выздоровления, выздоравливать от зависимости можно разными способами, можно ходить, например, к психологу-психотерапевту, да, и это сопряжено, ну, например, там с финансовыми какими-то затратами, да, на это, потому что такая помощь, она, как правило, качественная, не бесплатная. Можно обратиться в реабилитационный центр, ну, вроде того, в котором мы работаем с Антоном Андреевичем, да, то есть, но на самом деле это предполагает некий уход из, ну, как бы, из семьи, там, прекращение каких-то трудовых соглашений, да, потому что человек просто попадает в реабилитационный центр и находится там продолжительное время, да, он, как бы, отдаляется в каком-то смысле от социума. А группа самопомощи, она предполагает, что человек может, там, после работы, в какое-то свободное время приехать на эту группу, они бесплатные, то есть, там ни за что платить не надо. И, в принципе, такая достаточно качественная проверенная система выздоровления, которая признается в том числе и наркологами, да, потому что на самом-то деле, и это важно понимать и важно отметить, выздоровление зависимого реабилитации не заканчивается, это только первый шаг на пути к качественной жизни, да, и после прохождения реабилитации выздоровление не останавливается. Есть такая метафора, что выздоровление, оно длиной в жизнь, да, сколько зависимый проживет, а дай бог здоровья, как говорится, все оставшееся отпущенное ему время, ему придется выполнять определенные, так называемые, активности выздоровления для того, чтобы оставаться в чистоте. Как правило, человек, окончивший реабилитацию и не продолжающий, да, как-то над собой работать, он срывается. Это практически, ну, не хочется говорить стопроцентно, но более 90% срывается. Очень хочется сейчас перейти к конкретной истории, то есть, может быть, зритель наш посмотрит и скажет, легко рассуждать, когда ты там сам не был в этой ситуации, да, но, Антон, у вас, насколько я знаю, как раз-таки была именно такая ситуация, да, конечно, конечно, запросто, вот, даже не знаю, на самом деле, с чего начать, то есть, наверное, начну с того, что, там, каких-то миф развенчаю, да, то есть, я не из неблагополучной семьи, я из очень благополучной семьи, все у меня было хорошо, и хорошо я учился, хорошо учился в университете, как раз на факультете журналистики в Петербурге, все у меня всегда было замечательно, вот, но со временем, какой-то момент, да, у меня, вот, как то, что я говорил, и то, что говорил Алексей Александрович, все время было что-то не так, все время было что-то скучно, и все время было как-то грустно, все время было как-то печально и тоскливо, да, и, соответственно, постепенно я начал все это заглушать алкоголем, со временем, там, к этому примешались еще и наркотики, но алкоголь, как всегда, больше был в моей жизни, вот, и какое-то время, наверное, да, то есть, это как у многих алкоголиков происходит, ничего плохого не происходило, да, то есть, я работал на хорошей работе, мне казалось то, что, там, алкоголь мне помогает, в плане того, я тогда занимался рекламой, и мне казалось то, что я все время такой на кураже, знаете, как из фильма «99 франков», то есть, я такой весь, ху, весело там, все остальное, но со временем стало происходить так, то, что, вот то, про что я как раз и говорил, то, что алкоголь начал занимать все самое большее, большее, большее место в моей жизни, то есть, я, там, просыпался с утра, да, и мне нужно было, там, выпить, чтобы почувствовать себя хоть как-то, там, нормально, да, я, там, начал вырабатывать систему, как пить так, чтобы, там, на работе уходить, пить, чтобы меня, там, не замечали, конечно же, меня замечали со временем, да, и я начал терять работу постепенно, начал терять постепенно взаимоотношения с девушкой на тот момент у меня была, да, с друзьями, вот, и нужно тут дать должное, что тревогу забили мои друзья, на самом деле, потому что перед, там, своими родителями, перед своими, там, коллегами я более-менее сделал вид, что у меня все хорошо, то есть, сохранял такой образ трезвого человека, да, то есть, просто чуть-чуть веселого, ну, вот, друзья, там, мои забили тревогу, и я оказался в свое время, там, первый раз на реабилитации, и тут нужно понимать то, что я, как бы, ну, в этом плане довольно талантливый был, потому что оказался первый раз на реабилитации я в 23 года, то есть, я к 23 годам уже стал таким уверенным алкоголиком, да, там, я уж там не буду тут сейчас кидаться там дозами, сколько я пил в течение дня, но это было много, вот, и, ну, оказался на реабилитацию не здесь, в Мурманске, ну, не здесь, в Мурманске, а в Питере, я из Петербурга, и там какое-то время я проходил лечение, мне казалось то, что я все понял, вот, но дальше случилось то, что Алексей Александрович как раз говорил то, что, ну, я закончил реабилитацию, но продолжать свое выздоровление я никак не хотел, ну, вообще никак не хотел, и это, знаете, похоже на эскалатор, который едет вниз, да, то есть, вот, ты для того, чтобы осталось на каком-то уровне, тебе нужно хотя бы идти вверх, да, чтобы... Хотя бы не бежать, хотя бы идти. Да, а если хочешь развиваться, то бежать, да, вот, и через какое-то время все это вернулось заново, вернулось заново гораздо страшнее, ну, прямо-прямо ужаснее, я испортил отношения со всеми своими родными, со всеми своими близкими, вот, и оказался в Мурманске, в том реабилитационном центре, в котором я сейчас работаю, просто потому что это был единственный бесплатный, да, там, условно-бесплатный реабилитационный центр, куда меня готовы были взять, потому что те, которые были платные, там, в Петербурге, непонятно, у меня не было денег на них, потому что на тот момент я уже не жил в своей квартире, я ни с кем не общался, это вот был момент, я снимал кровать в постели, в 12-местном, в 12-местной комнате, вот, какие-то деньги наскребал, и, то есть, я выбирал, условно, каждый день, я выбирал, вот, у меня есть какая-то сумма денег, я выбирал мне поесть или выпить, ну, я бы хотел сказать, что я каждый день выбирал поесть, но нет, у нас здесь довольно плачевное состояние, я понял, что вот как раз про дело рук своих, самих утопающих, да, вы говорили, я понял, что мне падать некуда уже, что мои родители общаться со мной не хотят, я не общался на тот момент с ними два года вообще, вот, что друзья мои со мной там не разговаривают, не берут трубку от меня, что денег у меня не то, чтобы нет, я в минусах, ну, прям в огромных долгах там, по кредитам, по всему на тот момент, вот, жить негде, работать негде, вот это не могу, вот оказался в Мурманске, и вот это, то, что я, мне стало некуда бежать, то, что стало некуда отступать, оно, наверное, вот как-то сыграло основной роли, я, знаете, у алкоголика, у любого есть такая проблема, это вот высокомерие свое собственное, ощущение того, что вот он умнее всех, что он сам все знает и сам лучше всех все умеет, да, что просто где-то не повезло, просто что-то не так сложилось, просто где-то там ошибся, да, и вот если там вернуться назад, то все будет нормально, но проблема, да, как я понял тогда для себя, и судя по тому, что я там сейчас уже, уже больше трех лет я трезвый, видимо, я правильно что-то понял, вот, то, что проблема моя, на самом деле не в алкоголе, а проблема, что я жить не умею. И не просто понял, а еще и сделал, да, потому что программа у нас, у нас программа действия, да, то есть понимание, это, ну, тоже важно, да, но это в лучшем случае треть дела, да. Опять же, там, многие люди мне посоветовали то, что я могу чем-то помочь другим, что-то рассказать, что-то показать, что-то объяснить, и так я постепенно, постепенно стал консультантом по химической зависимости, равным консультантом, то есть это означает, да, что я тоже зависимый, вот, и как-то пытаюсь делиться с ребятами опытом. Я думаю, очень поучительная история, и на самом деле многие, у кого, может быть, действительно есть такие проблемы с алкоголем, с зависимостью, сейчас прислушиваются к этому рассказу, к вашим рассказам, и обратятся, может быть, к вам, может быть, не к вам, но тем не менее займутся своей жизнью, займутся своим здоровьем, вот, собственно, это была очень познавательная, поучительная программа, спасибо вам за встречу, за беседу, надеюсь, что, несмотря на то, что это ваша работа, надеюсь, что посетителей у вас будет меньше и меньше. Ну, хотелось бы, наверное. Когда-нибудь наша миссия будет выполнена. Вы смотрели программу «Проще говоря», с вами была Кристина Харатова, и мои гости сегодня, Алексей Котович, клинический психолог, и Антон Маткевич, консультант по химической зависимости. До свидания.